Итак, с этого момента мы с вами будем работать с кодом Ansible Так как мы будем работать с кодом, я сразу вам рекомендую создать свою собственную репозиторию В которой вы будете писать уже непосредственно YAML код Для того, чтобы в дальнейшем его исполнить в Ansible Давайте я покажу, как это сделать Мы с вами делаем makedir, создавая папку Ну или просто, если у вас в Windows создаете папку, назову его test Дальше переходим в эту папку и говорим git init В данном случае у нас инициализирован пустой репозиторий Теперь вы можете работать с ним Если вдруг в течение работы вы встретитесь с какими-то проблемами в написании Например, где-то опечатались или что-то Вы всегда сможете сравнить код с исходным кодом проекта Который будет, во-первых, приложен к этой лекции Во-вторых, вы сможете его встретить и в других лекциях, приложенных как ресурсы Давайте тоже на него посмотрим В данном случае он выглядит следующим образом Здесь есть по каждому коммиту на отдельную лекцию То есть, если вы хотите, например, найти, что мы изменили, когда пишем выкладку 1, перешли к лекции То вы можете два раза нажать на этот коммит и сделать, соответственно, чекаут Я делаю это через интерфейс форка Вы без проблем это сможете сделать через консоль, либо другой удобный гид-клиент Также здесь размечены тегами разделы нашего курса Поэтому для того, чтобы найти быстрее коммит Вы в первую очередь сможете сначала обратиться к разделу Например, у вас это раздел, я не знаю, 11 или 13 А затем в этом разделе уже найти необходимый коммит Так вы сможете быстро сравнить, почему у вас ошибка, что вы написали не так Возможно, вы где-то опечатались Это достаточно частый кейс, по крайней мере, в других моих курсах Поэтому, если вдруг столкнулись с каким-то проблемой Всегда обращайтесь к репозиторию, ну, либо пишите уже в чат Telegram В этой лекции мы с вами поговорим, зачем нам нужен Ansible Какие задачи он решает и почему выбрали именно его Во-первых, для чего он нужен Первое, это автоматизация повторяющихся задач Когда мы с вами раскатываем, скажем, один сервер Это не вызывает больших проблем Мы можем взять его, настроить руками Но когда у нас серверов 5, 10, 20, 50, 100 На больших компаниях вы можете видеть и тысячу серверов То в данном случае раскатывать руками очень нелогично и сложно Поэтому мы с вами сможем автоматизировать эту повторяющуюся задачу Чтобы каждый раз не делать это руками, не делать в этом ошибке С точки зрения ошибок, это как раз автоматизация сложных задач У нас есть наборы задач, которые нам нужно один раз настроить И мы потом их можем повторять Если мы попробуем их сделать руками, то мы снова наткнемся на какую-то проблему Что-то забудем, что мы делали в прошлый раз То есть те задачи, которые мы должны как-то задокументировать Как нам выполнить ту или иную настройку Ну и, конечно же, Ansible поддерживает концепцию инфраструктуры как код Основная задача этой концепции Это хранение всего вашей конфигурации инфраструктуры Будь то виртуальные машины, настройки этих виртуальных машин Или текущие ваши раскатные приложения Как код, который вы можете легко отредактировать и применить изменения Какие задачи мы решаем благодаря вот этим трех вещах? Первое, мы убираем человеческий фактор То есть человек, который может ошибиться и некорректно настроить ту или иную сервер Или настроить его по-другому Второе, это прозрачность настройка документации Это как раз следует из инфраструктуры как код По сути, любой человек может открыть вашу конфигурацию Ansible И посмотреть, что у вас в результате, как настроен тот или иную сервер Ему не нужно будет гадать, что там находится, когда он получает сервер и разбираться, что там установлен Третье, это сложность повторения Как мы говорили, 5 серверов можно еще настроить, 50 уже тяжело Отсюда следует экономия времени Вы запустили скрипт, который вам все конфигурирует, настраивает и показывает наше приложение Вы можете наливать кофе, заниматься другими задачами Скрипт сообщит, который вы выполнете Это экономия вашего же времени Ну и переносимость решений Когда мы с вами уже настроили диплои на один из серверов для одного проекта Настроить аналогичные диплои на другой проекте будет достаточно просто Потому что вы уже понимаете всю структуру Вы можете перенести все решение, заменив соответствующие конфиги Теперь вопрос, почему именно Ansible Во-первых, плюс Ansible это не дополнительного ПО на ваших клиентах серверах, где вы будете его исполнять Достаточно питон Питон сейчас идет из коробки в большинстве дистрибутивов Например, мы с вами будем раскатывать Ubuntu И нам ничего, кроме того, что мы подложим ключ в рамках конфигурации не нужно будет Потому что у нас все уже будет настроен Второе, это легко дописывать модули То есть, если вы знаете питон, сам синтексис Это форменописание новых модулей для Ansible Достаточно простой Мы разберем, что такое модуль чуть позже Низкий порох хождения Конфигурация на яму просто читать, просто воспринимать И также просто писать, это мы с вами сейчас увидим И если вдруг вам необходимо не ручное исполнение Ansible, а какие-то автоматизации, скеджулинг Для Ansible есть Ansible Tower, платный продукт от Red Hat Linux И Ansible AVX, который вам позволит настроить, понять локальные инстансы AVX совершенно бесплатно И использовать все преимущества работы с Ansible через API или через какой-нибудь Schedule Task Поэтому сейчас Ansible уже является стандартом для большинства компаний И используется он везде И в редких случаях вы можете увидеть какое-то другое решение, которое еще осталось в предыдущих временах Ansible, по моему опыту, уже практически везде Теперь перейдем к настройке и конфигурации нашего окружения для работы с Ansible Давайте познакомимся со схемой работы Ansible и разберем ее детально Итак, с чего все начинается? У Ansible есть некоторый конфиг, который мы с вами описываем с помощью YAML Ну, либо не описываем, выполняем руками, как AdHoc-команды, с которыми мы сначала познакомимся Это фактически то, что мы будем с вами выполнять на серверах То есть это то состояние, к которому нам нужно привести сервера Сам по себе Ansible, он язык детерминированный То есть вместо того, чтобы писать, что мы будем последовательно делать, выполнять какие-то экшены Мы хотим описать, в какое последовательное состояние мы должны привести нашу систему Если система уже приведена в это состояние, повторное выполнение этого скрипта не должна ничего в этой системе ломать Поэтому Ansible сам по себе устроен как пуш Есть две различные системы, пул и пуш Пул это когда сами наши хосты, на них есть какой-то агент И они тыкаются в некоторую хостовую мастер-конфигурацию, которая им отдает конфиг И они сами что-то выполняют А есть система пуш Ansible относится к системе пуш Где мы описываем, что нам нужно делать и пушим этот конфиг на сервера Большое преимущество это, потому что мы с вами должны не иметь никаких дополнительных модулей внутри наших серверов и агентов То есть все, что нам нужно на серверах для того, чтобы у нас отработал наш Ansible, это Python То есть если по умолчанию мы с вами накатываем Ubuntu, там уже есть Python Нам ничего не нужно, кроме того, как подложить нашу ключ авторизации по SSH для того, чтобы исполнить там скрипты Кроме самого конфига, у нас присутствует инвентарь Инвентарь это описание нашего хостов, как к ним подключаться, под каким пользователем, под какому IP И какие-то дополнительные переменные, если необходимо По сути, конфиг это то, что мы выполняем, инвентарь это на чем мы выполняем Все это передается внутрь Ansible Дальше уже Ansible начинает работать и делает наши сервера, приводит в состояние, которое мы описали Но что это значит и как это происходит под капотом? Во-первых, Ansible собирает факты о серверах То есть что это за операционная система, подключается, не подключается Ну то есть пытается сконнектироваться с первичным сервером и получить оттуда какие-то факты Кроме этого, он собирает YAML, то есть вот этот YAML конфиг, который мы с вами описали Это мы будем с вами разбирать в рамках Ansible плейбуков Они на самом деле содержат какие-то переменные, содержат какие-то циклы И это перед тем, как отправляется на сервер, должно преобразовано к некоторому стандартному YAML То есть статичному YAML, который не содержит никакой динамики И Ansible это делает под капотом Также он подключает модули и плагины Мы под ними чуть дальше познакомимся После того, как он собирает все это, у нас есть готовый YAML На самом деле Ansible под капотом преобразовывает YAML в питоновские команды И все, что будет исполняться уже на серверах, это питоновские команды Именно поэтому нам не нужен никакой дополнительный агент, который разбирал этот YAML YAML разбирается на хостовой машине внутри Ansible Вот все, что расположено здесь, это происходит на нашей машине, на которой мы запускаем наш Ansible Наши машины управления А на серверах нам нужен только питон, который просто выполнит команды, которые ему в результате сформировал Ansible и передал на выполнение Именно поэтому Ansible имеет множество преимуществ по сравнению с папетом, чифом Ansible это пуш-система, где мы в одном месте описываем, какие наши инвентарь, какие команды И дальше эти команды в виде питоновских команд отправляются уже на наши сервера Здесь я описал, что у нас мы подключаем плагины и модули Я дальше в курсе буду упоминать, что это модули, это плагин Их иногда легко перепутать Поэтому давайте разберем кардинальное отличие между модулей и плагином На самом деле это просто подключаемый кусок кода к Ansible И он похож между модулем и плагином У них есть единственная кардинальная разница Модули у нас выполняются на клиентах То есть, например, у нас есть модуль, который поднимет наш докер-сервис Вот он будет выполняться на клиентах То есть это модуль, который говорит, как нам ямл-код преобразовать в питоновскую команду, которая выполнится И он выполняется там И выполняется он уже после того, как мы подключились на наши клиентские машины Плагин, наоборот Он выполняется на хостовой машине и выполняется до подключения К примеру, хороший пример плагина, который встроен по дефолту Ansible, это инвентарь Вот разбор нашего инвентаря — это плагин, который находится в Ansible. Ansible очень модульный, вы можете сами писать модули на него и использовать огромную библиотеку модулей, которая уже есть, и плагинов в том числе. Поэтому, если где-то в дальнейшем курсе я буду путаться между модулем и плагином, знайте, что модули — это то, что у нас выполняется на клиенте, плагины — это то, что у нас находится на хвост машины. В остальном, они похожи. Это подключаемые блоки внутри нашей Ansible. Итак, начнем мы установку Ansible с установки на macOS. Мы будем использовать Homebrew. Homebrew — популярный менеджер пакет, который нам позволяет одну команду установить недостающую зависимость. Я очень люблю Homebrew и использую практически для любых моих CLI утилит, которые необходимо поставить. Будь то LazyGit, мне нужно установить или Ansible, или NVM. Все это легко установить с помощью Homebrew. Для того, чтобы установить Homebrew, здесь есть готовая команда, которая нам скачивает install.sh. Вообще, вы всегда будете аккуратны, когда вам предлагается скачать и выполнить install.sh, но в данном случае вам всегда можно, во-первых, открыть и посмотреть, что там. Во-вторых, в данном случае это Homebrew. Ему я более-менее доверяю. После выполнения этого скрипта он попросит пароль для того, чтобы установить подсюда. Давайте это сделаем. Enter. И он у нас скачивает и устанавливает Homebrew последней версии и добавляет его в вашу текущую ZSH конфигурацию. Итак, в данном случае у нас все стало успешно. Иногда он будет просить сделать дополнительные шаги в виде руками добавления в конфигурацию ZSH или FASH, если вы используете, но в данном случае все установилось. Поэтому теперь мы можем нажать brew, и он нам выдаст help и команды. Таким образом, brew у нас доступен. Теперь с помощью Homebrew мы можем установить и Ansible. Ansible — это одна из формул Homebrew, которая устанавливается с командой brew install Ansible. Если вдруг у вас уже стоит Ansible, то вы можете обновить его до последней версии brew upgrade Ansible. Тем самым он обновит Ansible. Я записываю видео, когда уже вышла стабильная версия Ansible 4.0.0, и все уроки по Ansible я буду записывать на ней, потому что, во-первых, она уже стала стабильным, и в будущем эти уроки останутся актуальны. Ansible 4.0.0 — это Community Edition от Ansible, который базируется на Ansible Core 2.11, последней версии. Для того, чтобы установить, мы нажимаем brew install Ansible, вставляем, копируем, вставляем. У меня оно уже установлено, поэтому он сказал, что все установлено. В целом, после установки вам можно проверить, что оно успешно установилось, командой Ansible version. Вы увидите, что Ansible Core 2.11, и вот здесь у вас Ansible Python модуль стоит в Ansible 4.0.0. Ну, может быть, уже больше 4.0.1, на момент, когда вы будете смотреть видео или более. Мы в этой конфигурации и будем писать все конфиги для того, чтобы конфигурировать наши сервера. Теперь перейдем к установке на Windows и Linux. Если вам это не нужно, вы можете скипнуть следующую лекцию и перейти сразу дальше. Теперь разберем установку Ansible на Ubuntu и Windows. Почему сразу на две операционные системы? Тело в том, что Ansible работает под Linux, поэтому для того, чтобы запустить его на винде, вам понадобится установить Windows Subsystem Linux, VSL. Делается это крайне просто. Заходите в Microsoft Store, у вас здесь будет Ubuntu, и вы ее можете сразу же установить. Единственное, что вам нужно включить Windows Subsystem Linux в качестве фичей вашего Windows. Это делается командой, как в PowerShell, которая описана у вас в магазине. После установки вы получаете полную подсистему Linux, Ubuntu, зато ли вы можете работать так, как и в обычной Ubuntu вне этой подсистемы. По сути, у вас будет отдельная развернутая операционная система, которая будет иметь доступ и к файлам, которые у вас располагаются на вашем компьютере, и иметь свою собственную файловую подсистему. После того, как вы установите, процесс установки Ansible будет идентичный, что на подсистему с Ubuntu, что просто на Ubuntu. Процесс установки есть два. Первый – это с помощью APT, это стандартный установщик, который делается в четыре простые строчки. Давайте сейчас это сделаем и посмотрим. Проблема в том, что он установит не самую последнюю версию Ansible. Итак, первое, что нам нужно сделать, это скопировать и сделать суда APT апдейт. Я это буду делать на нашем тестом сервере, но важно понимать, что Ansible не должен быть установлен на тех серверах, которые мы будем артестрировать. Он может быть установлен, но это не является необходимостью. Единственная необходимость для работы Ansible на ваших серверах – это Python. Но хостовая машина, с которой вы будете выполнять команды, должна иметь установку Ansible. Поэтому сейчас я, несмотря на то, что делаю это на нашем тестовом сервере, на самом деле я демонстрирую, как это делается на вашей хостовой машине, с которой вы будете все выполнять, которая управляется Linux, Ubuntu. Если вам нужна какая-то другая операционная система, то в документации есть, соответственно, установка по Debian, Gentoo и прочие вещи. Итак, обновили пакеты, нам нужно установить software private и common. Yes. Выполняется установка. Дальше мы должны добавить, соответственно, репозиторий с Ansible. Еще раз после этого желательно бы сделать апдейт, чтобы он подтянул новый репозиторий. Да, вон. Тут есть команда есть, поэтому да, он уже это сделал. Окей, и после того, как мы это сделали, можно уже устанавливать Ansible. Так как здесь команда апдейт, можно не делать после этого апдейт. И устанавливаем Ansible. Как видите, Ansible будет ставиться 2.9.6. Сейчас последние это 4, которые используют Ansible Core 2.11. Поэтому это будет не самая последняя установка Ansible. В целом, различия не очень большие, поэтому, если вы хотите, вы можете использовать и такую простую установку, остановившись на этом. Если же нужна будет другая установка, то она делается уже через PIP. Итак, все установилось. Можем проверить, что все встало путем Ansible version. Как видите, у нас стоит 2.9.6, Ansible, с которой уже можно работать. Второй вариант — это установка через PIP. Давайте мы удалим текущую нашу установку Ansible. После этого можно проверить, что она удалена. Окей. Проверим, что у нас не стоит PIP по умолчанию. Поэтому ставим Ansible Python PIP. И переходим к настройке установки через PIP. Устанавливаем PIP. PIP — это Python Package Manager фактически, то, что позволит нам использовать пакеты Python. Сам Ansible написан как раз на Python, поэтому Ansible распространяется как один из его пакетов. Итак, устанавливается. Итак, устанавливаем. Sudo PIP install Ansible. Вводим пароль. И он скачивает Ansible 4.1.0. После установки в обязательном порядке выйдите из SSH Connection для того, чтобы создать новую сессию. И после захода вы можете проверить, что Ansible установился корректно, введя Ansible version. Как видите, Ansible встал. Версия Cora 2.11.1, то есть мы имеем самый последний Ansible. Это более рекомендуемый способ установки, потому что вы сможете получить самую последнюю версию, никак не завязываясь в apt-package, который в вашей конкретной операционной системе, например, Ubuntu, может иметь не последнюю версию Ansible. Итак, Ansible у нас теперь установлен, и мы можем переходить к его изучению. Итак, давайте начнем знакомство с Ansible с инвентарем. Что такое инвентарь? По сути, это описание ваших хостов, ваших серверов, на которых вы будете исполнять ваши команды Ansible или Playbook. Их можно записывать в двух различных типов файлов. Это файлы .ini и yaml.sintexis. Файлы .ini не обязательно могут иметь расширение .ini, но это даст вам дополнительную подсветку синтексиса. Вот, как, например, у меня в данном случае она не включена, потому что файл был не расширение .ini. YAMl позволяет чуть более многословно описать конфигурацию, поэтому я предпочитаю использовать .ini файлы. Ямл для этих целей слишком многословен. Вы можете описывать в ваших инвентарях как отдельные домены, как здесь MyDomain.com, это отдельный хост. Также и группы, например, MyDomain.com, которые имеют так domain.com, так и apt domain.com. Благодаря этой записи вы можете выполнять скрипт не только на отдельном домене, а на целой группе доменов. К примеру, у вас есть ваши frontend-домены, где вы располагаетесь, ваши балансировщики, и вам нужно раскатать Nginx на все эти домены. Это будет легко сделать, если вы объедините их все в группы. Кроме указания групп и доменов, вы можете указать в ваших .ini файлах дополнительные списки серверов. К примеру, если у вас огромное число серверов, которые имеют порядковый номер, одной записью вот в таких квадратных скобках вы можете покрыть все адресы от www.01.example.com до www.vv.50.example.com. Поэтому, когда вы, например, планируете свои серверные инфраструктуры, если у вас есть наборы отдельных серверов, то называйте их по некоторой логике, которая потом просто описывается в инвентарях. Вторая возможность — это использование переменных. С переменами мы познакомимся чуть позже, более подробно. Сейчас вам нужно только знать, что в рамках инвентаря вы можете указывать дополнительные переменные окружения, которые потом использовать в рамках хоста. Например, вы можете production, можете указать число реплик, которые вам нужно поднять на этой базе данных. Ну и к тому же, если у вас нет какого-то внятного именования серверов, вы можете всегда задать удобный alias. Например, в данном случае coolhost — это alias для сервера, который располагается по адресу 192.68.1.50 и на порте 2.2.2. В данном случае это просто удобное обращение к какому-то из alias в рамках Ansible. Вот эти Ansible port и Ansible host — это дополнительные переменные. Мы сейчас их рассмотрим. Ну и кроме этого, если вы вдруг хотите объявить переменные не для конкретного хоста, а для группы, вы это тоже можете сделать. db://vars обозначает, что это переменный для db. Полностью аналогично. Вот здесь вы можете, кроме hosts, описать еще и vars, который будет содержать ключ значения вашей переменной. Теперь поговорим о параметрах подключения к хосту. Во-первых, она состоит из четырех блоков. Первый — это, собственно, сами параметры подключения. Это Ansible connection — это тип подключения, как вы хотите подключиться по SSH, SFTP или SFTP. Второе — это Ansible host. Ansible host — это IP-адрес или доменный адрес для того, чтобы вы могли задавать соответствующий алиас, как вы видели выше в примере. Ansible port позволяет задать кастомный порт. Нам, например, это понадобится, потому что у нас кастомный порт подключения SSH не 22, а 2.2.2.2. Ansible user password — соответственно, user password для подключения по указанному протоколу. Если, например, по SSH вы не используете SSH-ключи, то порой необходимо будет задавать. Второй блок касается подключения, настрой подключения самих SSH, SFTP и SFTP. Вы можете задать приватный ключ, который находится в каком-то другом месте. По умолчанию Ansible будет использовать ваш ключ, который создан в домашней директории .SSH. Также можете задать общие аргументы для SSH и SFTP через CommonArcs и дополнительные extra-аргументы для SFTP, SFTP и SFTP для того, чтобы задать какое-то дополнительное поведение. Вы можете ограничить число подключений ваших SSH через SSH пайплайнинг, потому что если у вас там 100 серверов, у вас одновременно откроется стоп-ключений. Это поведение можете ограничить. И SSH в запутанном дополнительная настройка выполнения SSH. Третий блок — это привилегии. Когда вы исполняете какие-то скрипты на ваших серверах, часто у вас возникает необходимость применить в судах, чтобы выполнить команду из-под судов. Ansible become как раз говорит, что true or false — необходимы ли вам суды для выполнения этой команды. Ну и дальше настройки этого. Это метод, в котором мы становимся судом, user password, exec и flex. Это для того, чтобы настроить поведение перехода к суду режиму. Четвертое — это настройки shell. В данном случае вы можете выбрать shell, который вам необходим для того, чтобы исполнить эту команду. Это может быть bash, SSH, что что угодно. Выбор питон интерпретатор, конкретно интерпретатор питона, который будет на клиентском сервере уже выполнять ваш скрипт. И дополнительный Ansible shell execute. Теперь давайте немножко придем к практике, чтобы закрепить этот большой поток различных параметров и терминов использовать. Открываем любую пустую папку. У меня здесь тут урок открыта. И создаем новую директорию, которую назовем Ansible Demo. Заходим Ansible Demo и открываем Visual Studio Code. Итак, в корне мы с вами создадим hosts.ini. Это наш инвентарь, с которым мы сейчас будем работать. Этот инвентарь нам позволит подключиться к нашему демо-серверу и выполнить на нем простейшую команду module ping, чтобы к модуле чуть позже познакомимся. Итак, давайте назовем эту группу demo. В квадратных скопах я обозначаю группу серверов, который у нас будет. У нас на самом деле будет только один сервер, поэтому смысла в группе большого нет. Но для того, чтобы показать вам возможности, я сделаю это под группой. Дальше мы должны указать хост. Мы указываем 127.001. То есть вместо хост-нейма мы используем IP-шник. Мы могли бы сделать алиасы, использовать Ansible Host. Но давайте напишем так. Дальше под пользователем. У меня пользователь, который находится на компьютере, это просто Alari, соответственно. Пользователь, который мы создали внутри нашего виртуальной машины на нашем демо-сервере, это Alari Code. Именно поэтому я должен прописать конкретного юзера, под которым буду подключаться, потому что он может отличаться от вашего хостового пользователя. Поэтому напишу Ansible User равняется Alari Code. Как видите, у меня включилась подсветка, она отобразила, что это ключ, это значение, но здесь выделил мне группу. Ну и у нас немного нестандартный порт, потому что мы его прокидывали. Наш порт подключения будет 2222. Итак, вот простой инвентарь, который позволяет задать один хост, на котором мы будем выполнять команду. Теперь давайте попробуем запустить простейшую команду на нашем инвентаре и посмотреть, что мы его корректно писали. Как мы будем это делать? Это мы будем использовать Ansible. Ansible — это команда, которая нам позволяет как раз выполнять эту команду Ansible, но мы с ним познакомимся. Мы должны указать инвентарь. Это то, что мы с вами описывали, для того, чтобы он понимал, на каких остах мы будем исполнять. Дальше мы должны, соответственно, указать модуль. С модулем тоже познакомимся. Я хочу просто, чтобы он мне выдал пункт для соответствующей команды. И после этого мы можем указать группу, с которой мы хотим выполнить. Группа называется Demo. Итак, как вы видите, выполнен успешно. То есть он успешно подключился, нашел интерпретатор Python и Python 3 и, соответственно, написал мне ping-pong. В данном случае мы протестировали, что наш хост отвечает и работает корректно. Теперь перейдем к разбору модулей. В данном случае мы использовали ping, какие они есть и откуда их брать. Теперь разберем модули, строительные блоки любого Ansible скрипта. Что такое модули? Фактически это небольшие отдельные блоки коды, которые вы можете использовать для выполнения команд, как на хостах, так и для того, чтобы собрать возвращаемые значения из этих хостов. По сути, это небольшие пакеты, часть из которых встроена уже внутри Ansible, которую вы установили. Часть из них можно установить дополнительно с помощью Ansible Galaxy. С ним мы познакомимся. Модули нам позволяют инкапсулировать какую-то функциональность и через прорасковый понятный интерфейс ее вызывать. Давайте рассмотрим пример. К примеру, мы хотим поднять какой-то сервис. В данном случае мы будем использовать модуль service. И через A мы можем передать некие дополнительные аргументы. Например, нам нужно, чтобы httpd был запущен. Вообще Ansible это вещь, которая позволяет нам, кроме команд, обеспечивать стейт тех или иных серверов или сервисов. Как и большинство инфраструктурок, как код, оно нам дает возможность описывать через код, как мы хотим, чтобы у нас делили себя те или иные модули. Например, httpd был запущен, а nginx был не запущен. И эту всю вещь мы можем передать в определенный модуль, который за это отвечает. Также есть, например, простая модуль, которую мы с вами часто будем использовать. Это команды. Команды, где мы можем передать конкретную команду, которая выполнится внутри нашего шефа. Теперь, где брать нам модули для того, чтобы выполнять те или иные команды. Во-первых, вы можете зайти в Google и вбить Ansible Module List. В данном случае, первой ссылкой вы увидите список всех модулей Ansible, которые поставляются вместе с текущим пакетом Ansible. Их тут огромное число. Вы можете провалиться в каждой из них. Давайте провалимся в первой. У меня страница повиснет от большого числа. Здесь вы видите все параметры. Это те параметры, которые мы задавали через параметр A. Ключ, соответственно, значение. Здесь указано тип, это да, нет, строка или что-то еще, какие обязательные, какие не обязательные. И примеры, какие-то использования код. Соответственно, если вам быстрее найти работу через командную строку, есть утилита Ansible Dock, которая идет вместе с Ansible. Вы делаете Ansible Dock, затем Slash L. Оно получает все текущие модули и отобразит вам сейчас список в Вима-подобном редакторе. Кто не знает, как выйти из Вима отсюда, это клавиша Q. Дальше вы можете либо стрелочками, либо соответствующими клавишами навигировать вверх и вниз. Так же, как в Виме-то JK. И здесь находить необходимые вам модули. Также, если введете Slash, касая черта направо, то здесь вы можете, например, найти модуль User. Вот у вас есть один User. Вот, соответственно, всю информацию, которую вы можете здесь есть, модуль для Windows, для чего угодно. То есть модули, которые есть венцы был встроены, их достаточно для 99% случаев. Я пока не сталкиваюсь со случаем, когда мне нужно было сеть и написать на питоне свой модуль. Здесь модули для AWS, здесь модули для Azure, для Docker, для докера, для всего чего угодно. Управление пакетами, такие как APT. Все это уже встроено. Как получить документацию в консоли? Опять-таки, Ansible.doc и указываем нужный модуль. Например, модуль управления пользователя User. Это выводит все то же самое, что вы увидели до этого в браузере, только в консольном формате. Ну, соответственно, здесь также можно посмотреть, какой у нас параметр, тип, дефолтные значения и так далее. Все эту информацию то же самое, как мы видели в браузере. Основлюсь еще немного на том, как правильно читать эту документацию. Во-первых, стоит сразу посмотреть на примеры. И примеры вам показывают, что будет происходить. Например, добавление пользователя John в соответствующую группу admin. Вам нужно указать параметр имени, комментарий какой-то, юзер ID, если нужно, и групп, в который он добавляется. То есть, в примерах вы сразу увидите частые кейсы использования той или иной команды. Дальше, когда вы уже примерно понимаете действие той или иной команды, насколько она вам подходит, вы можете погрузиться в параметры, которые нужно передать. Потому что в большинстве своем вам необходимо будет использовать множество параметров, настраивая команду под ваши цели. Например, append, добавление, добавление, какое-то создавать ему home directory или не создавать. Все это у нас присутствует уже дополнительно во всех параметрах этой команды. Поэтому детально знакомиться с этим параметром. Многие вещи, которые вы, например, потом делали бы руками, можно сделать уже в рамках этой команды. Хороший пример для пользователя. При создании пользователя вы можете создать ему home directory. Если вы недетально изучили эту документацию, то вам необходимо было потом написать еще одну команду, которая создавала просто папку. Ну и, конечно, здесь можно посмотреть на параметры, которые у нас возвращает данная команда. Это обычно после экзампла в конце находится. Здесь вы можете из этих возвращаемых параметров потом их переиспользовать в следующих командах. Это уже делается в рамках плейбука, не в adhoc-команде, которую мы сейчас с вами рассматриваем. Но это важная вещь, что возвращает данная команда. Сейчас мы на практике уже посмотрим пример adhoc-команды, которая как раз будет нам управлять пользователями. Итак, adhoc-команды. Часто вы можете вообще не встретить рассмотрение тех команд в тех или иных курсах, потому что люди сразу переходят к написанию плейбуков. Но я считаю, что adhoc-команды бывают полезны в некоторых конкретных случаях. Adhoc-команды очень лимитирован, и, по сути, это одно какое-то конкретное действие, которое вы хотите быстро выполнить. Для чего это помогает? Для быстрых фиксов. К примеру, у вас упал какой-то сервис, и вам нужно его быстро переподнять. С помощью Ansible вы можете это сделать быстро, написав одну команду. Если бы вы писали плейбук, вам надо было написать плейбук, затем на него исполнить, правильно структурировать. И это было бы дольше. Поэтому для быстрых фиксов adhoc-команда незаменима. Опять-таки, adhoc-команда не сохраняется для дальнейшего использования, в отличие от плейбуков, которые хранятся в файл. Это можно сравнить как обычный Docker Run, когда мы с вами делали, запускали один конкретный контейнер, и Docker Compose, в котором концептуально написано весь state-сервис, в котором должен присутствовать. Вот adhoc-команда — это как adhoc-команда, где мы один раз выполняем команду, дальше она состоит только в истории выполнения и больше нигде. Кроме быстрых фиксов, хороший кейс использования — это получение информации с серверов. Например, нужно получить API-шники набора серверов. Это вы можете тоже сделать быстро, написав маленькую adhoc-команду. Ну и кроме этого, иногда вам необходимо посмотреть, как будет работать тайная команда, и часто быстрый способ — это выполнить ее не в рамках плейбука, а в рамках adhoc. Посмотрим на синтекс из команды, хотя на самом деле мы уже ее делали, но давайте еще раз с ним познакомимся и потом уже приспориментируем на практике использования. Ansible мы указуем, что мы выполняем Ansible, дальше через A и передаем хосты, это параметр хостов. M — это конкретный модуль, который мы хотим передать, выполнить в рамках этой adhoc-команды. Одна adhoc-команда может использовать только один модуль, в отличие от плейбуков. Дальше следующим параметром мы можем передать конкретные аргументы. В данном случае, например, мы можем передать, что нам нужно в модуле user установить имя AlariCode, состоит present, означает, что у нас пользователь AlariCode присутствует. И в конце можем указать хосты. При этом можем указать конкретную группу, как мы делали с вами в примере с пингом. Либо сказать all, тогда мы будем использовать все хосты, указанные в данном моменте. Теперь давайте перейдем к практике. Напомню, что у нас сейчас в репозитории нет практически ничего, кроме описания нашего единственного сервера, который находится в группе demo. Итак, я открыл рядом описание создания пользователя документацию. Давайте с вами попробуем сейчас проверить, что у нас есть текущий пользователь AlariCode. Для этого напишем отлов-команду в следующем вопросе. Ansible. Через i мы передаем инвентарь. Инвентарь у нас host.ini. Дальше модуль, с которым мы хотим запустить. Мы хотим запустить модуль user. И затем аргументы. Какие у нас будут аргументы? Давайте посмотрим примеры. Итак, вот нам нужно, чтобы нам был некоторый name, текущий user. Ну и, соответственно, у него был state present. Давайте посмотрим значение state, которое здесь есть. Column.n.upr.st. State. Вот, соответственно, absent либо present. То есть, в данном случае пользователь должен у нас присутствовать или отсутствовать. Соответственно, name AlariCode. И state present. Так, я еще не указал группу серверов demo. Итак, указали группу серверов demo и проверим. Соответственно, пользователь у нас есть. Это то, что возвращает наша команда. И теперь обратим внимание на то, что у нас весь output окрашен в зеленый. Это означает, что ничего не изменено. То есть, на сервере ничего не поменялось. Он просто вернул нам output, что все окей, такой пользователь действительно присутствует. Теперь давайте попробуем с вами создать AlariCode2. Второго пользователя, который будет работать на этом сервере. После выполнения команды мы с вами увидим ошибку. Потому что у нас permission denied. Для того, чтобы выполнить команду эту, нам необходим судо доступ. Мы нигде с вами пока не прописывали пароля, и, соответственно, нигде его не вводили. Давайте теперь немного детальнее посмотрим на саму команду Ansible, которую мы еще детально не рассматривали. Ansible принимает кучу различных параметров. В том числе вот инвентарь, который мы с вами передавали через i. ExtraWars, дополнительные параметры, которые как раз нам позволят, например, передать пароли. И дополнительные привилегии Escalation. То есть, это все похоже на то, что мы с вами расплатывали в качестве дополнительных переменных, которые мы можем задавать для команды. То же самое мы можем задавать и параметры. В данном случае, например, Becum позволяет нам выполнить эту команду из-под суда юзер. Ask Becum Password говорит нам, что мы, соответственно, можем выполнять данную команду. Нам нужно ввести пароль для того, чтобы выполнить эту команду. И этот пароль будет как раз паролем пасворд. Рута. Давайте попробуем. Значит, мы передаем в B. Говорят, что мы должны выполнить из-под суда, то есть Becum. Кроме этого, говорим ему, чтобы нас спросили пароль, от которого мы будем делать Becum. Ask. Вот здесь короткая запись. Кей. Итак, нас спрашивают пароль. 1, 2, 3. И теперь у нас output будет желтым. Почему? Потому что что-то поменялось. Success, как мы видели вверху, это просто выполнился все. Fail, соответственно, красный, когда мы не смогли выполнить команду. И желтый, когда у нас что-то поменялось. В данном случае у нас созидался пользователь. Мы видим его группу. Мы видим его user ID. Мы видим его домашнюю директорию. То есть все параметры, которые у нас уже присутствуют. Как я экспериментировал, видите, нам уже указано, что данная директория уже существует дополнительными параметрами. Теперь давайте удалим этого пользователя. Опять-таки для этого нужен будет sudo. Мы оставляем все параметры те же самые. Единственное, что мы меняем, это state. State absent. 1, 2, 3. Пользователь у нас удален. То есть у нас change true, state absent, наш пользователь, который мы создан, удален. Теперь давайте посмотрим, как мы это можем сделать то же самое, но с учетом extraVars. Если мы вернемся к предыдущей лекции, чуть-чуть наверх, то мы увидим, что у нас есть дополнительные переменные. Видим ansible.become и ansible.become.password. Давайте теперь попробуем выполнить, опять-таки, снова создание этого пользователя, но уже передачей дополнительных переменных через extraVars. Как вы видите, здесь у нас e, extraVars. И давайте напишем extra переменные, мы хотим передать. Нам необходимо ansible.become true или yes. Как мы помним, явно мы можем тремя способами задавать булевые значения. И ansible.become.user. Ansible.become.user. Посмотрите, user нам не нужно. У нас тот же пользователь. 1, 2, 3. Нажимаем enter. И в данном случае, несмотря на то, что мы не передали дополнительных переменных явно в канаманной строке, мы передали переменные окружения. Давайте опять-таки сделаем его absent. И посмотрим на третий способ, которым где можно задавать переменные. Absent. Третий способ я не рекомендую особо, потому что он в данном случае будет хранить ваш пароль внутри переменных. То есть мы могли бы вот здесь сказать ansible.become true, ansible.become.password. И выполнить все вот это вообще без всяких параметров. Потому что эти параметры у нас уже присутствуют в инвентаре эти переменные окружения. Но сейчас с absent ничего не будет, потому что мы удалили. Давайте снова present. Готово. Ну и соответственно absent опять-таки мы можем удалить. Почему этот способ не рекомендуется? Потому что вы явно прописываете в открытом виде пароль. Мы когда с вами будем изучать детальные ansible плейбуки, мы увидим, как можно хранить какие-то безопасные вещи внутри вашего вулта. То есть это специально зашифрованного файла, где вы будете хранить всякие секретные ключи. Но в инвентарях всякие такие вещи я не рекомендую хранить. То есть в инвентаре хорошо хранить как бы пользователя, под которым вы подключаетесь, IP-шник, если вы хотите задать, алис, какой-то порт. Все остальное, вот эти вещи, необходимость команды сам пароль, должна регулироваться уже на уровне выполнения конкретных команд. И в случае его необходимости он либо будет вводиться вами руками, либо он хранится в каком-то зашифрованном виде. В таком виде это, конечно же, делать не надо.